друзья всем привет всем доброе утро раннее доброе утро города матеевка у нас на часах 7 часов утра я вот выезжаю в донецк темно еще конечно сильно не поснимаешь ну нам главное добраться до донецка и уже там начнем основные основной обзор как договаривались так друзья добрались мы домчались до автостанции плеханова были мысли конечно на 111 сесть но но все-таки идем на 96 на центральную автостанцию это мы сейчас через улицу московскую дойдем до улица донецка там уже разберемся если вспомнить то впервые с автостанции центральная я буду двигаться в донецк в основном конечно это было с автостанции плеханова тут пока тихо пока спокойно течение дня здесь все заполнится людьми различные продажи и прочее сразу подождем на ту сторону улица донецкая нарушаем нарушаем но не мы вот знаете это именно тот момент когда вот люди на работу спешат и это довольно таки много людей коммунальные службы работают вывозят мусор я даже не знаю насколько популярен тот 96 маршрут сейчас быть может такое что там очередь будет не знаю сейчас будем все с вами смотреть оценивать но напоминает что надо добраться до автостанции щетинина города донецка пролетарский район там уже двинник с вами в сторону парка горького до автостанции до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот мы с вами и, в принципе, приехали на 7 на 3 Дорога мне показалась настолько длинной, настолько долгой, что вообще кошмар Сейчас я определяюсь, куда нам правильно идти Находимся мы, напоминаю, в Пролетарском районе, в городе Донецка Вышли на автостанции Щетина и сейчас двигаемся по улице Щетина, соответственно И, знаете, вот иду, вспоминаю, вспоминаю, что когда-то, когда-то я здесь был один раз на велосипеде Именно вот по этим дорогам и катался Прям удивительно, знаете, как оно бывает Так, ну ладно, сейчас мы с вами... Наша цель сейчас куда? Первым делом это, конечно же, парк... Парк Горьково, который был реставрирован Где мы с вами тоже были, но были в таком парке заброшенном Сейчас вроде там все должно быть красиво По левую сторону от меня микрорайон Восточный И мы сейчас... Мы сейчас перейдем дорогу и по улице Раздольной Вроде бы так... Двинем к парку Что еще можно сказать про эту улицу? Допустим, допустим, здесь живет человек Который является официальным миллионным жителем города Донецка Он родился 30 марта 1978 года Вот, и до сих пор живет в городе Донецке Ему сколько, получается, 46 лет Никуда не уезжал Ну, вот так вот Родителям, когда он родился, родителям его даже квартиру Далее именно по этой улице, по улице Щетиня Или как называют эту улицу? Место еще-то Подошли с вами к проспекту 301 Донецкой дивизии Тут же у нас рядышком и 125-я школа, 126-я школа Вот именно за вот этими вот высотками Сам микрорайон начал застраиваться в начале 80-х годов В принципе, как и автостанция Щетиня тоже Где-то примерно в середине 80-х была, так сказать, организована Вот, 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 да, знакомая Я тут ездил на велосипеде Представьте, куда меня заносило Выходим с вами на улицу Раздольную Уже по этой улице с вами дойдем До какой-нибудь еще одной улицы Насчет погоды Погода сегодня Должна быть хорошей Я даже, выходя из дома, посмотрел Прогноз погоды Дождя вроде не обещают И до 14 градусов тепла Ну, не знаю, насколько это будет правда Ветерочек уже прохладный Ну, иду, и мне жарко, знаете Потому что я иду Еще и быстрым шагом Я, конечно, маршрут себе создал неплохой Не смогу ли я его весь пройти Как вы думаете Что-то я уже устал Хотя еще километра не прошел Пока продолжаем двигаться по улице Раздольной И так вот смотрим Наблюдаем Оцениваем Все-таки интересно Матеевка одно Донецк Совсем по-другому Особенно Какие-то микрорайоны Которые С высокими Многоэтажками Тут более интересно даже Гулять Именно Меж дворов Многоэтажек Я уже Поднимал Вопрос Предыдущего видео Про Донецк Про большое видео Я, если честно Не понимаю Чем город этот Так заслужил Такое Хайне В комментариях С одной стороны Конечно же Понимаем Это информационная война Вот Ну С другой стороны Все здесь Для вас Что-то Донецк Значит То как же Может так О городе Озываться Да и вообще Мой канал Не для того Чтоб Там Обсуждать Какие-то Свои Проблемные Эмоции Для того Чтоб Вспоминать Для того Чтоб Наблюдать Как этот Город Живет Сейчас В 24 В ноябре Сегодня У нас Какой 21 Если Я не ошибаюсь Так что Надеюсь Это видео Будет Более Доброе В плане Комментариев Улица Пролетарская Мы свернули На эту Улицу Ну и тут Я так понимаю Уже совсем Совсем Немножко Где-то Если мы возьмем Чуть Левее То Там уже Будет Наш Парк Очень Интересно Как там Сейчас Видео Немножко Смотрел Одно Видео Другое Вживую Да Вы все Сами Понимаете Мы Наверное Тут Сейчас Немножко Срезать У нас Получится И Вот Именно По этой Улице Мы Прямиком Врезаемся В парк Горького Тут У нас Параллельно Идет Улица Марселя Кашина Или Кашина Кто Такой Не знаю Ну вот Мы Тут И Зайдем Нашу Первую Цель Так называемую Покажем Вам Посмотрим Сами Как Здесь Что Естественно Естественно Каждый Ты должен Понимать Что Осень Все Серо И Грязно Но Тот Кто Хочет Найти Или Увидеть Хорошее Он Это Найдет И Увидеть И Наоборот Кто Хочет Увидеть Плохое Он Даже Хорошем Это Найдет Это Уже Тысячу Раз Проверено Так Ну Что Вот Мы С Вами И Очутились В Парте Именно Имени Горьков Или Просто Парк Горьков Сразу Бросаются В глаза Это Конечно Новые Фонари Напомню Что Этот Парк Реставрирован И Сдан Восплотацию Этим Летом Дорожки Новые Тут Даже Есть Велосипедные Дорожки Ну Вот Так Мы С вами Сейчас Пройдемся Вдоль Поперек Новенькие Лавочки Если Конечно Вспомнить То Как Оно Здесь Было То Это Небо И Земля Естественно Ж Поэтому Лично Меня Это Все Очень Радует Есть Указатели Куда Нам Ити И Где Что Находится Памятник Поизившим Воинам Здесь Покоятся Организаторы Рок Родители Буденовского Подполья Расстреляны Расстреляны Фашистами Оккупантами В 1041-43 Годах Да У вас Судьба Конечно Елочке Видно Что Молодые Высажены Здесь Их не было Как В принципе И Березки Думаю Это Все Высажено Новое Там Детские Площадки Спортивные Площадки Дом Культура Естественно Ждет Своя Реставрация Будем Будем Надеяться Что Мы Дождемся Тут У нас Тоже Какой-то Памятный Знак 79-89 Год Афганистан Имена Фамилия Погибших Солдат Ликвидатором Аварии Начались Как Благодарная Память О тех Кто Ценой Своей Жизни Сохранил Жизнь Миллиона Людей На Планете Ну Надо Бы Его Конечно Немножко Обновить И тут Видит Такая Олейка Посажена Но Интер Деревья Совсем Молодые Будем Надеяться Что Каждый Из Этих Дерев Приживется И Вырастет Большим Большим Ну А тут Прям Троны Какие-то Организовали Ну Здание Здание Обтянули Обтянули Полотном Чтоб Не так страшно Оно Смотрелось Тут Ну Было бы Вообще Идеально Если бы Это Восстановили Восстановили Так Новенькое Создали Ну Вообще Было бы Красота Ну Я думаю В теплое Время Года Это все Работает Сказочный Парк Аттракцион Детские И Вот Под Каждым Деревом Сделана Вот такая Решетка Это видимо Чтоб Когда дерево Будет расти Чтоб не взрывало Я так сказать Чтоб не поднимало Асфальт вокруг Потому что Корневая система Увеличивается Что Естественно Ну А там Должно Быть Все Хорошо Предусмотрительно Ну И Как же Обязательно Если Футбольная Бастетбольная Площадка Ну И Такие Вот Дорожки Меня Просто Радуют По ним Ходить Одно Удовольствие Хотя Это Велодорожка Ну Кто Теперь Что Скажет Что В Донецке Ничего Не делается Не Обновляется Но Это Глупости Полнейшая Глупость Потому Что Вот Никакого Обмана Все Мы Сами Увидели Ну И Я Увидел Вон Виден Высоченный Телекон Шахта Номер 9 Капитальная Представляю Какой Оттуда Видок Открывается На Пролетарстве Буденновский Район Донецка Но Нам туда Забраться Не судьба Как Говорится Не Сегодня Не Сейчас У У Цели Другие Улица Или проспект Буденновских Партизан И мы Сейчас До улицы Пролетарска Дойдем И там Свернем И уже По ней По прямой Пойдем 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 В общем Не забываем Что нам Сегодня Надо много Пройти И Соответственно Показать Вам Больше Донецка Больше Районов Улиц Перелухов Дорог И тут Даже Под елочками Организовали Лавочки Ну а В этом Здании В самом ДК В середине Я был Есть Старое Видео Мое Я был Прямо В середине Там Конечно Все В печали Было Даже Опасно Там Ходить Но Мне Надо Было Срочно Посмотреть Что Там В середине А я Это Сделал Сейчас Естественно Никто Туда Не Пойдет Как Никогда Не Понимал Когда Деревья Обрубывают Почему Уже Не Под Пенек Их Рубать Торчат Эти Пни Высоке Непонятно Ну Ладно Видимо Такое Видение Я Вам Вчера Видео Показывал Маршрут По которому Мы Сегодня Должны Двигаться Ну Там Естественно Что Будут Какие Немного Небольшие Отступления Я Так Маршрут Себе Не Провисовывал Просто В голове Держу По каким Мы Улицам Будем Проходить Популярным Непопулярным Какое Там Будет Движение Какое Будет Их Состояние Я Тоже Не Знаю Наверное Темой Прекрасен Мой Канал Что Я Показываю Так Как Оно Есть Без Каких Либо Прекрас Или Наоборот Без Какого Либо Угнетания Того Или Иного Объекта Улицы Дороги Да Конечно Пусть Город На данный момент Не в лучшем В своем Состоянии Находится Это правда Но Всегда Всегда Есть надежда И вера Что Оно Будет Только Улучшаться Потому Что Десять лет Такой Вот Жизни Всегда На напряге Всегда Какие-то Обстрелы То Естественно Что Что И город Начинает Понемножку Затухать Ну Все Образуется И все Зацветет И запахнет Улица Пролетарская Перед вами Пока Идем На сухую В принципе Можно было бы Конечно Кофеечко Купить Я вроде Как Немножко Позавтракал Вот так Слегонца Пока Пока Идем Так Все Поломался Ой Друзья Глянул Я В общем Опять На свой Маршрут Что Там Мне Аж Плохо Стало Что То Я Вообще Психанул Я Не знаю То Если Так Взять Километров Двадцать Получится Это Очень Много По Времени Ну Время У Ну Не знаю В общем Будем смотреть На свое Состояние И на Время Тут У нас Идут Чисто Частные Дома По Правую По Левую Сторону Когда Никогда Какой-то Маршрутный Маршрутное Транспортное Средство Проходит Вот 75 Тут У нас Проезжает Ну А нам Нам Маршрутка Не нужна Да Нас Цель Пройти Пешком Насколько Эта цель Оправдывает Себя Не знаю Ну Я надеюсь Хоть Какой-то Там Лайк За работу И какой-то Развернутый Хороший Комментарий И как Я посмотрю Не сильно Много Желающих Вот так Пешком Ходить Гулять Как я Особенно Под этим Улицам Тут Вообще Гаяк Уже И дома Закончили Знаете Одни Машины Туда Сюда Туда Сюда Забрались С вами На небольшую Возвышенность Откуда Открывается Панорамный Вид Небольшой На город Донецк Какой Терекончик Смотрите Симпатичный Терекончик Гоняет Гоняет Это Если Я Не Ошибаюсь Мы Уже В Буденовском Районе Города Донецка Который Кстати Возник В 1980 Году До Этого Этот Это Мест Назовался Пролетарский Район Потому Что Буденовский У нас И был Создан С части Ленинского Пролетарского И Калининского Вроде бы Районов Вот У нас Сам Пролетарский Возник В 1935 Году Тут У нас Уже Тротуар Все Шире И шире Улица Пролетарская Мы Как раз По ней И выйдем На площадь Буденного На кольцо Там Уже Найдем Улицу Октября И По ней Пойдем Дальше Блукать По этим Улицам Прекрасного Города Донецка Тут У нас Деревце Видимо Было Сухое Его Решили Убрать Тополь Тополь Тут же У нас Все Рядышко Мы Буденновский Рынок Буденновская Автостанция И Начинаются Высотки Буденновские Конечно же Буденновские Высотки Детский Садик Радуга Прям Перед вами Возле Садика Тоже Неплохая Неплохой Тротуар Кто-то 5 рублей Потерял А я их Нашел 5 рублей Вот это Счастье Почему Не 5 тысяч Никто Не знает 5 рублей Новенькие 97 Года Добрались мы С вами До Кольца Площади Буденного 2 5 4 6 5 6 6 Ну, есть вот эта штука. Торговля полным ходом идет. Опа! Немножко нарушили, потому что нам все это надо вот туда. Я уже не прошел свой поворот, что называется. Тут тоже тополя вырезали сухие. Ну, это правильно, потому что сухостой он может просто при хорошем ветре рухнуть. Нам такого счастья не надо. Ну, тут, знаете, там живенько. Ну, естественно, тут рыночек рядом. Поэтому и жив. У нас улица Октября. Детская больница номер пять. И тут же у нас памятник Будённому. Давайте подойдем поближе. Допочитаем. Кто он? Что он? Ну, в принципе, так небольшую информацию знаю. Кто он? Что он? Его знаменитые усы. Знаете? Ну, вот. Прожил много. Девяносто лет прожил. Маршал Советского Союза. Трешний герой Советского Союза. Семен Михайлович Будённый. Очень достойный. Да, мы потихонечку потядаем район Кольца. И уже идем прямо по улице Октября. Тут уже Новый Год. С Новым Годом. Как-то рановато. Рановато что-то все это организовывается. Ну, как? Еще декабря нет. А уже везде Новый Год. Везде гирлянды. Уже елки устанавливают. Дом культуры. Дом культуры Александра Сергеевича Пушкина. Видно, что реставрирован, обновлен. Очень симпатично выглядит. Здесь. Такого цвета интересно. И такой вот какой-то маленький. Я первый такой вижу. Пушкина. Интересно, какого года памятник? Кто мне подскажет? Пушкина Сандр Сергеевич. И не могу понять слово. И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я мирой пробуждал. Лирой пробуждал. Ой-ой-ой. Извините уж за мой кривой русский. Ну, вот как видите. Коммунальщик подметает листву. То есть уборочка идет. То, что не хватает сил, рук. Это же другой вопрос. Фото. Найти бы здесь где-нибудь кофе. Девочка. Здание какое-то. Временно не работает. Вот так вот по октябре мы с вами выйдем на улицу Майскую. И уже по Майской. Пойдем в сторону. В сторону парка электрика. Ну, вообще, как-то так. Я сейчас еще посмотрю, как проще дойти. Тут, наверное, света нет. Работает генератор. Строительный магазин. А вы знаете, как-то зло. Продуктового не встречается. Когда вот хочется, его нет. А когда вот не надо было. Надо было на кольце, на площади Буденного. Заходить, добрать. Что я хочу. Что-то у нас тут было. То, чего нет или то, что осталось. Какая-то территория. Ну, не такая ужина и старая. Но заброшенная. Тут тоже так интересно. Как будто какой-то парк заброшенный. Вот ступень идут вверх. Ну, посмотрю на карту. Парка тут никакого нет. Вроде бы как. Ну, вот так вот. Такая какая-то аудентичность в этом есть. Не так ли? И здесь мы с вами поворачиваем на улицу Майскую. На перекрестке трех дорог. Улица Майская. С этим теплым весенним названием. Нам бы на ту сторону. Потому что нам именно направо и поворачивать надо будет. Завод. Фокса СИМ оборудование. Ну, вот так вот. Мы где-то здесь ходим. Пока у меня получается идти именно по тем дорогам и улицам, по которым я отметил на карте, которую я отметил. Не знаю, как будет дальше, но что-то да будет. Ох. Ого-го. Улица Баумана. Баумана. И вот знаете, чем интенсивнее движение на дороге, тем тяжелее дышится. Вот реально прям задыхаюсь. Сейчас еще немножко иду на подъем. Тут загазованность еще так. Как красиво, да, смотрится тополя. Сильно густо посажены. Прям красота. Улица Светлого Пути идет прямо. Ну, а мы берем чуть правее. Продолжаем движение по улице Майской. Ну и так берем направление. Берем направление к парку энергетиков. Называется он именно так. А какой праздник? Сегодня артистатиста Михаила со всеми невежными силами. Ага. Михаила надо поздравлять, да? Михаил, кто есть, поздравляю. Ага. Кофеек можно мне? Пожалуйста, заходите. Он с чайника или с саппарата? Можно с саппарата. Сколько это будет? Шестьдесят. Ага. Не, колпасы даже не показывайте. Не будем. Нет, нет, нет. Мы не берем. Мы уже связывали с этими колпасами. Эти обмены. Это такое. Да я знаю, всем так обещают. Спасибо огромное. А то вот это начинает полежить. Хорошего дня вам. Ну что, 60 рублей у нас кофеечек. Такой, знаете, крепкий какой-то. И несладкий. Хотя я сам сказал одну ложку сахара. Что тут жаловаться-то? Ну вот такая вот, друзья, улица Майская. С такими вот домами. Я вот думаю, что центр Донецка. Центр Донецка, он всегда был красив. Там больше делается. Да и в любом городе. Центр. Есть центр, да. А вот такие вот спальные районы, то да. Тут, конечно, не хватает. Не хватает субортий, каких-то коммунальных служб побольше. Улица Майская у нас продолжается. Прямо. И мы прямо идем до улицы Жебелева. Вроде бы так. Улица Жебелева. Там мы с вами повернем. И уже попрямяком пойдем в очередной парк. Посмотрим, как он себя чувствует. Я думаю, он будет похуже, чем Горьковский. Ну, тем не менее. Вот какое-то здание. Сейчас, сказать, территорию отлично. Там видно высокий-высокий забор. И все в осколках. Все. Прямо. Что тут творилось? Кошмар. Разные-разные встречаются дома. В разном состоянии. Заборы. Заборы. Заборы тоже разные. Ну, порой, говорю, порой так идешь даже по Макеевке. По Макеевке, по Донецку. Вот идешь и как бы не скажешь, что это город. Особенно если высотки далеко. Это центральные дороги. Идешь как будто по комнату поселку. Небольшому, знаете. А нет, а нет. Это у нас наш город. Это наш город. Наш Донбасс. Школа номер 132. Города Донецка. Видно, что школа старая. Еще военных. А быть может даже до военных времен. Ну, работает. Мне и учится. Все хорошо. Свято. Ну что, друзья. Как вам наша сегодняшняя прогулка? Надеюсь, нравится. Надеюсь, нравится. И вы получаете такое же удовольствие, как и я. И самое интересное, сколько уже километров прошел. А ноги не болят. Поворачиваем с улицы Майска на улицу Жебелева. Идется видеонаблюдение. Частная территория. Мусор не бросать. Но что-то люди сильно не слушают. Тут у нас обычные узенькие улочки. Быть может и не узенькие. Но обычно частные сектора, частные дома. С такими вот симпатичными заборами. Мне это слово нравится. Симпатичные. Такое слово симпатичное. Вот бывает, знаете, прицепиться какой-то. И ничего ты с этим не поделаешь. Хотя на домах, знаете, написана улица Тополевая. Жебелева. Это, наверное, Тополева идет немножко в другую сторону. Главное, что дорога у нас асфальтирована и не приходится идти по грязи. Потому что погода у нас такая сырая. Утром. Вчера вечером. Утром был такой небольшой дождик. Сами видите, асфальт мокрый. Тут за частными домами уже выглядывают многоэтажные. Видно, что некоторые квартиры брошены. Стекол нет. Лишь ветер гуляет. И мы с вами выходим на улицу. На улицу Аустровскую. И чуть-чуть сейчас сделаем зерзах. Зерзах удачи. И снова окажемся на улице Жебелева. Тут получается, что высотки окружены частными дворами. Ну, с этой стороны, по крайней мере. Я не знаю, как стой. Ну, и по сути, вот мы и пришли к парку Энергетик. По правую сторону от нас. Правда, не знаю, что я хочу тут увидеть. И насколько здесь все хорошо. Ну, давайте, как говорится, удивляться вместе. Быть может, для кого-то и этот парк родной, и он помнит его в другом обличье. И для него это видео будет бесценно. Так, 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 так. Тут, я так понимаю, когда-то были какие-то ворота или что. Что это? А вот тут. Ага. Это, как бы, главный вход в сам парк. Парк Энергетиков. Ну что, пойдемте смотреть этот парк. Он у нас так идет в длину. Довольно-таки длинный. Тут нас сразу же встречает памятка, посвященная Великой Отечественной войне. Энергетикам Донбасса, поведшим в период Великой Отечественной войны 41-45-х годов, в боях за свободу и независимость нашей Родины. Памятная доска установлена в год 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это 40-летие. Это, получается, какой у нас год? В 85-м году. В год моего дня рождения. Точнее, не дня рождения, а года рождения. 1985-й. Да. Ну, что я тут вижу? Я вижу тут запустение, конечно. Никто, ничего. Все, ничего не убрано. Все как-то в печали. Как урны, там и скамейки. Лавочки. Такие перьева сохранились. Частично. Частично сохранились. Тут же у нас рядышком и больница городская номер два. Может, даже мы к ней и увидим. Ну, а все здесь выглядит вот так вот. Полностью все заросшее. Много сухих деревьев. И, в принципе, я и ожидал здесь это увидеть. Где-то там вдолетел 142-я школа. Тут же какой-то небольшой мостик. Через какой-то ручеек. Вот такой вот ручеек. Весь мусором. В принципе, не удивляемся, да? Народ у нас, как всегда. К большому сожалению. Улица благоустроенная. нас выводит на улицу Красно-Октябрьская. Сейчас мы на нее выйдем. Ну, и потом влево. И нас понесет налево. Что-то сегодня я много подъемов встречаю. О-па-ра-па-ра-пам-пам. Так, нам на ту сторону. А вон уже виднеются и высотки центрального Донецка. Далеко, но уже видны. Данная улица нас выведет на улицу Левобережную. Но это еще очень далеко. Это еще очень далеко. Я так понимаю, вот такая она и будет. Без каких-либо достопримечательностей, что ли. Когда-никогда остановочки будут встречаться. Здесь магазины, я думаю, мы тут не найдем. Не знаю, можно было бы и срезать. Но что-то смотрю. Тропильных дорожек там нет. Там частные дома. Так что идем по центральной дороге. Я так понимаю, здесь люди дожидаются трамвая. Ну и вон, вон центральная часть города Донецка. Ворошивости район. Высотки. Не знаю, насколько видно. Но я вижу, все очень хорошо. В небольшой туманной дымке. Высоководные столбы. И шахта. Какая-то здесь шахта. Рабочая, нерабочая. Сказать ничего не могу. Ну, дорога, кстати, здесь, мне кажется, обновлена. И бордюры новые поставлены. Мы сегодня, друзья, видим максимально разный Донецк. Ну, прям максимально. Это хорошо. Ну, а улица Краснооктябрьская у нас продолжается дальше. Здесь, кстати, часто встречается маршрут номер 18. Тут же у нас вот убирают кучу мусора. Кто там что пишет и говорит, что мусор не убирается и прочее. Вот, все делается. Коммунальщиков по городу много. КамАЗы стоят, техника работает. Жизнь тепит, друзья. Жизнь тепит. Тут пора, чтобы меня не задели. Не, мы сейчас... Не, нам еще далековато, конечно. Хотелось бы сейчас, но сейчас не получается. Тут до Невобережной еще бежать и бежать. Вот, это все сейчас уберется. Видно, что тут была большая куча мусора. Он люди и висус сюда вывозят. Движ авто. Автокредит. Автосалон. У нас здание немножко пострадавшее какое-то совсем. Доромаха такая. Что-то я тут такой темп взял. Прям бегу. Прям бегу. На часах у нас практически 11 часа утра. Если это можно назвать утром. В общем, дело движется к обеду. Газ у нас по акции 3 рубля 49 копеек. А? Неплохо живем. Тут, знаете, думаю, раньше на велосипеде 15 километров. Я думал, это ого-го, как много. Вот это я даю. А тут, извините, пешком уже прохожу больше 15 километров. И вообще настроение отличное. Бодрое. И вот здесь мы с вами поворачиваем направо. Тут что-то громко шумит. Не пойму, что. Где-то что-то пропускает, наверное. Ну, на этом участке Левобережная как-то все выглядит вот так вот. Не столь, не столь красиво, как я ожидал. Тут у нас что-то из здания разбитые какие-то. Сейчас мы чуть по ней пойдем, потом свернем на улицу Ахтырскую. И уже по Ахтырской будем искать путь, дорогу на площадь Калинина. Тут, скажем, вообще не рассчитано на пешеходов. Здесь какого-либо тротуара нет от слова совсем. Приходится идти по краю, по краю проезжей части практически. Что является небезопасным телодвижением в моем случае. Ох, сколько дров, сколько веса. Давайте я, наверное, с дороги где-то вот здесь лучше пройду. Потому что там как-то совсем все очень, не очень. Там все равно чуть-чуть дальше поворачивать. А я пошпал, опять пошпал. Я иду по прямочке. Тут главное оглядываться назад, да? Мало ли что. Зашел в какой-то тупик. Нормально так. Если честно, я так ни хрена не понял, куда я зашел и как мне отсюда выйти. Я зашел в какие-то хащи. Хащи. Не знаю, сейчас пойду туда. Тут все так переплетяну. Просто жестяк. Знаете, друзья, мне эта улица Ахтырская боком вылезла. Потому что пошел везде одни тупики. И еле, еле оттуда выдался вообще. Куда не суется везде тупик. Дом без сквозного прохода. Я уже хотел какой-то там посадкой выполз. Опять вышел на левобережную. И лучше по ней пойду. Чуть-чуть больше пройду. Хотел срезать, что называется. Сейчас с вами спокойно доберемся до проспекта Павших Коммунаров. И там уже дойдем до площади Калинина. Фух. Я аж всплел. Такого давно не было, да? Когда и карта вроде как. Навигатор полностью отсутствовал. И я погнал булкать по этим улицам. И тут у нас какие-то ремонтные работы. Что-то меняют трубы. Ржавые гнилые трубы меняют на новые. Все правильно. Все верно. По Донецку тоже, вот видите, встречается тоже. Три пятьдесят. Планечка. Как и в Матеевте. И тут снова у нас по делам. О, друзья, что сказать. Вот таким город Донецк вижу я. Вижу я, вид моя камера. И, соответственно, таким видите его вы. Тут, кстати, вот тоже поменяли баблю все. Сделали по красоте. Тротуар хороший. Буквально чуть-чуть осталось нам дойти до площади Калинина. Там уже надо будет отдохнуть, что ли. Представьте, я все эти километры без отдыха. Без отдыха. Без отдыха. Ну, а, конечно, если за домом не смотреть, то он просто потихонечку превращается в руину. А если уж вообще бесхозный, то тем более рушится и все. И только остается вспоминать. Практически, практически мы с вами дошли. Тут же рядышком у нас есть храм Пресвятой Богородицы. А если все будет хорошо, то мы с вами подойдем. Так, золотовары, ой-ой. Золотовары. Вот что-то у нас продуктовая есть. Балконы, окна двери. Уже у них там какая-то молочка. Ну, давайте сюда зайдем, что ли. Молочка, колбаса. Молочка, колбаса. Такое нам надо. Ну, что ж, добрались мы, добрались мы до данной площади. Знаете, со словом площадь у меня как-то другая ассоциация. Это все-таки больше на парк похоже, чем на площадь. Парк Калинина. Ну, почему-то называют площадь. Ну, пусть будет так. Ну, что тут. Как бы не сказать, что прям сильно все печально. Ну, все равно дорожки требуют обновы. Скамеечки тоже, лавочки. Ну, и, соответственно, тут тоже не убирают. Листва даже не в кучах, а просто лежит. Быть может еще все будет. Ну, хоть можно немножко отдохнуть. Реально устал. Сейчас чувствуется, что я устал. Ну, что, перед нами улица Павших Коммунаров. По левую сторону. Автотранспортная. По правую Ходоковского. По которым мы, кстати, и пойдем в сторону. В сторону проспекта Ильича. Если мы туда дойдем. Быть может, ближе даже сможем сесть на 111 маршрут. Давайте, какие будут ваши ставки? Сколько мы с вами километров сегодня прошли? Я думаю, больше, чем в тот раз. В тот раз. В тот раз у нас было чуть больше 15 километров. Ну, сейчас, я думаю, километров 17-18. А, быть может, того больше. Я домой приду, все посчитаю и вам, конечно же, сообщу. А вы так можете в комментариях погадать. Пока. Что-то я и храма никакого не вижу. Хотя, карта показывает. Так, ладненько, что движемся уже направлению проспекта Ильича. по улице Ходоковского. По улице Ходоковского. Здесь мы тоже с вами побывали. И все вы сами увидите. Карл здесь, что здесь. Ну, я думаю, наступит время, когда и здесь все обновят, все реставрируют. И он будет такой же прекрасный, как и парк Горького, где мы с вами сегодня побывали. Я лично в это верю. Не знаю, как вы. Тут, видимо, клумбы были когда-то красивые. Ну, сейчас ничего красивого, конечно, в этом нет. Ну, вот здесь мы с вами и будем ждать 111 маршрут. Напротив клиника стоматологии. На часах у нас пол первого дня. То есть, смотря еще как я уеду. Ну, надеюсь, часам-двум домой попаду. Доехали. Сейчас еще осталось подождать восьмерку и будем дома, наконец-то. Восьмерка, в принципе, только уехала. Минут 15-20 придется стоять. Минут 15-30 без Whiskerл. Восьмерка. Пр earnайON. Только минут 15-ynı prend cervejка. Турочкой пред�電 subsidy. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»